Ну а мы продолжаем нашу программу. Сегодня не только Международный день лесов. Сегодня не только Навруз, отмечающийся сегодня, еще и День кукольника. Этот праздник отмечают во всем мире. И, допустим, то, что касается нашего Челябинского театра кукол, это просто торжество. Когда приходишь туда, там есть своеобразная атмосфера. Это всегда нравится очень детям, как детям, так и взрослым, потому что ты себя сразу ощущаешь маленьким ребенком. Но вот сейчас как раз мы и пообщаемся с директором Челябинского театра кукол имени Вольховского Еленой Ильченко и узнаем, как будут отмечать этот праздник. Елена, доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Здравствуйте. Ну, мы вас поздравляем с профессиональным праздником всех ваших коллег. Как будете отмечать? Спасибо за поздравления. Будем играть спектакли. Это, по-моему, лучший день и способ отметить Международный день театра кукол. Мы все следим с большим удовольствием, с большим вниманием за тем, как вы проходите реконструкцию. И вот была информация, что вы хотели именно к этому празднику открывать вход в новое, отремонтированное, так скажем, здание. Да, предварительный план был именно таким. Но мы подумали, что март и так богат на праздники. Вчера был Международный день театров для детей, сегодня день кукольника, в пятницу день работника культуры, в воскресенье день театра. Мы подумали, что еще праздник перебор. Ну, а вообще, если серьезно, не все мы успеваем, решили не рисковать. И, ну, чуть отсрочили, откроемся в апреле, переезжать уже потихоньку начали. А для зрителя двери откроем в мае своей первой премьерой. Поскольку спектакли дело такой, организм живой, их надо пересаживать на сцену аккуратно. Возьмем такую паузу и в мае во второй половине откроемся премьерой по книжке современного автора Дины Сабитовой. Поставим мышь гликерию. Сказка для детей. Елена, вот действительно горожане очень любят этот театр, потому что у него есть своя атмосфера. Вот такая вот какая-то, в некоторой степени камерная и очень теплая. Они вообще узнают театр кукол, когда придут? Как фасад, так и то, что внутри будет. Мне кажется, что нет. Вот если зрителю завязать глаза, провести в театр и там открыть глаза, то мне кажется, что нет. Потому что поменялось в театре все. Начиная от коммуникации, здания, теплооснабжения, водоснабжения, электрические сети, и заканчивая театральной технологией. Верхняя и нижняя механика, зрительный зал, кресло в зрительном зале. Ну, соответственно, интерьеры. Это абсолютно новый концепт. Все, что осталось, мне кажется, от старого интерьера, это наши арочные окна, которые предмет охраны культурного наследия в нашем историческом степике. Все остальное мы поменяли, но, конечно, атмосферу мы попытаемся воссоздать нашими спектаклями, трупы наши, которые не поменялось. То есть мы войдем, и театр заживет жизнью, и зритель узнает его, несмотря на новые интерьеры. Совсем недавно вы вернулись с Кирова, правильно? Мы понимаем, в рамках больших гастролей Кировский театр приезжал к нам, вы ездили к ним. Вот расскажите, как вас там встретил зритель? Да, в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» у нас были обменные гастроли, но мы ездили раньше. Мы были в марте прошлого года, а ребята приехали, ну, вот в связи с пандемическими всякими событиями, приехали только через год из-за переносов. Но это не помешало нам обменяться аудиторией, зрителями, обменяться своими спектаклями, начать дружить еще больше. Нас очень многое связывает. Мы с Кировским театром «Кукол» созданы, родились в один год, в 1935-м. То есть мы вот большую историю прошли вместе. Спектакли у нас очень много похожи. Например, мы возили туда каштанку, у ребят тоже есть каштанка, но такая более классическая наша, такая хулиганско-уличная. Поэтому, мне кажется, зрителю было интересно сравнить, посмотреть. И, я надеюсь, нас запомнили. Ну, мы-то у Шкиров точно. Ну что ж, мы поздравляем вас еще раз с прекрасным праздником и очень ждем, когда позовете в гости, удивляться вашему обновленному театру. Напомню, с нами на связи была Елена Ильченко, директор Челябинского театра «Кукол» имени Вольховского. Да, ну что ж, вот так вот в середине мая уже скоро маленькие юные зрители, их родители смогут посмотреть новую премьеру в театре «Кукол» и вообще увидеть здание в обновленном виде. Ну, а мы продолжим творческую тему. И вот в Челябинском музее изобразительных искусств открывается выставка Екатерины Пензиной. Экспозиция будет состоять из 80 работ, созданных в период за последние 20 лет. Да, там побывала Мария Исакова, и давайте узнаем об этом подробнее. Субтитры создавал DimaTorzok